Турция продолжает ломать позорные танцы, которые исполняет ряд стран, на музыку и слова Путина. Тип танца можно определить, как минуэт или дажминет. Но турки продолжают подбрасывать дровишек туда, где у танцоров пылает, уже который день. Вот и сегодня, министр иностранных дел Турции, Мев Людчеву Шаглу, на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Димаи в Риме, кинул еще одну палку в это самое место. Согласно агентству Анадолу, он сказал буквально следующее. Позиция посредников ОБСЕ, РФ и так далее вдохновляла Ереван к новым провокациям в отношении Азербайджана, 20% территории которого остаются под оккупацией. А от себя мы добавим, что ОБСЕ, привычно идя на поводу агрессора, натурально развращает его и внушает ему ощущение полной безнаказанности, даже за военные преступления, которые творятся буквально на глазах эмиссаров этой организации. По сути, она стала инструментом уравнивания агрессора и жертвы, и тем самым стала крайне вредной и опасной организацией, аналога которой трудно найти. С юридической точки зрения, тот, кто пытается помочь преступнику избежать наказания, сам становится преступником и соучастником тех преступлений, которые творит бандит. Форма соучастия, в частности, может состоять в действиях, которые помогают преступнику скрыть следы своих преступлений. По сути, РФ каскадно творит акты государственного терроризма в Украине, Сирии, а теперь и Ливии, а до этого в Грузии. Но ей все сходит с рук, поскольку ее преступления прикрываются. В первую очередь, ОБСЕ. Мы в Украине знаем это лучше всех, и потому, когда эта организация напрашивается в посредники и миротворцы, мы всем рекомендуем гнать этот позорный балаган в шею, поскольку он будет действовать в интересах агрессора и оккупанта. Самим же деятелям из этой организации стоило бы задать себе два вопроса. Первый. Почему они развивают свою активность ровно в тот момент, когда оккупант РФ начинает получать отпор или из-под его контроля начинают отбивать оккупированную землю? И почему такой активности не было, когда захватчик творил свое черное дело в активной фазе? Ведь это повторяется из раза в раз, и теперь эту дрянь пытаются просунуть в Азербайджан. 30 лет ОБСЕ даже слышно не было с осуждениями оккупационной политики Армении и поддерживающей ее РФ, а теперь она проснулась после того, как Путин вместе со своими армянскими марионетками стал выгребать по первое число. И второй вопрос. Пускай себе зададут в таком ключе. Вот летом, 1944 года, союзники высадились в Нормандии, чтобы выбить вермахт из Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. И тут, некое ОБСЕ, выныривают, и говорит союзникам, так нельзя, что вы делаете. Надо сесть с товарищем Гитлером за стол переговоров и прекратить огонь. А войска верните в Англию, чтобы не провоцировать. Это было бы правильно. Только пускай честно себе ответят. Если неправильно, то почему они такое творят сейчас? Агрессор должен быть наказан общими усилиями здоровой части человечества. Тем самым, любой агрессор в будущем будет знать, что получит на стороне жертвы огромную коалицию, которая будет вышибать его с чувством, толком и расстановкой. Делает это ОБСЕ. Не делает. Более того, она делает прямо противоположные вещи, и постепенно регион превращается в пороховую бочку. Поэтому Чавушаглу говорит правильно и правильно расставляет акценты. Чавушаглу призвал Армению незамедлительно вывести войска с оккупированных земель Азербайджана. При этом он призвал не критиковать взаимодействие Анкары и Баку. Нет ничего более естественного, чем поддержка Турции и Азербайджану. Анкара готова внести посильный вклад в урегулирование конфликта. Арменно-азербайджанский конфликт должен быть решен. Если мировое сообщество действительно желает сделать вклад в стабилизацию ситуации на Южном Кавказе, то должно добиться незамедлительного вывода армянских войск с территории Азербайджана. Подводя итог именно политической части обзора, предлагаем инфографику от агентства Анадолу. Мы в курсе того, как там развивались события, пусть и неподробно, но основные моменты на этой картинке отображены так, как мы понимаем эту ситуацию, а для кого-то она поможет закрыть некоторые бреши в понимании общей ситуации. Сегодняшний день подтверждает наше предположение о том, как должны развиваться события на оккупированной части Азербайджана. Очевидно, что первый массированный удар азербайджанская армия нанесла по системе ПВО противника, которая была развернута в операционном районе. Современные боевые действия именно так и начинаются. Штаты в заливе делали именно это, хоть и другими средствами. А Турция это четко изобразила, сначала в Сирии, а потом, в более развернутом виде, это произошло в Ливии. Тогда турецкие беспилотники устроили настоящую охоту за российскими панцирями и уничтожили все, что удалось обнаружить. Такое развитие событий показало, что существующие системы ПВО ближнего радиуса действия крайне уязвимы к небольшим ударным дронам или дронам Камикадзе. Сбивать же их тяжелыми ракетными комплексами крайне расточительно, и потому те атакуют беспощадно и последовательно. Кстати, именно в Азербайджане массово применяются дроны Камикадзе. Поскольку они являются одноразовой системой, то их размер меньше обычного ударного дрона, и его еще труднее засечь и сбить. А кроме того, такие дроны намного дешевле многоразовых машин, и потому их можно применять десятками и сотнями. И тут важно иметь в виду следующее. Любая боевая операция имеет свою стадийность и приоритетность целей. Первый этап операции дроновой войны завязан на системах ПВО противника, и до полного уничтожения всего, что было в распоряжении армянской армии, нет смысла переходить к следующему этапу. Это значит, что когда начала гореть бронетехника противника, танки, БТР, БМП, и прочее, то можно говорить о том, что первый этап уже завершен, и до бой происходит, если вдруг обнаруживается что-то из ПВО, хорошо спрятанное, или переброшенное с территории Армении, которая не подвергается атакам. За этим следует этап уничтожения логистики противника. То есть, уже можно тратить боеприпасы, не на танки, которых почти не осталось, а на грузовые автомобили, которые снабжают оккупационные войска. Всеми видами довольствия и личным составом. На последнем этапе наступает очередь, собственно, личного состава противника. В такой план могут вноситься определенные коррективы в связи с конкретной тактической ситуацией, но в принципе, все должно идти по этой схеме, в конце которой личный состав противника боится безнаказанно высунуться из укрытия и либо отступает, либо дожидается, пока местность не начнут зачищать сухопутные войска. Именно такой порядок действия оправдан по двум причинам. Первое, очевидно, азербайджанские войска ведут боевые действия, пусть и не полностью, но частично, средствами нового поколения. Армяне действуют в старой парадигме, и потому терпят поражение. Вторая причина, обусловлена география операционного района. Армян не остановили свою экспансию в ближних предгорьях и не решили сдвигаться на равнину. В итоге получается, что армян не заняли позиции на господствующих высотах и довольно основательно тому крепились. Предгорья они удерживали только в зоне своего огневого контроля, осуществляемого с господствующих высот. Отсюда следует, что любое наступление азербайджанцев, которые пытались отбить свои земли, натыкались на очень сильную оборону армян, которые врылись на высотах. А всем известно, что атака снизу вверх всегда связана с крупными потерями, и похоже на то, что в азербайджанской армии так и приняли постулат современной армии о том, что атака любой ценой – признак тупости или русизма. Именно поэтому нет каких-то резких рывков азербайджанских военных. Они продвигаются туда, где противнику нанесено разрушительное огневое поражение, где он деморализован и лишен логистики. Даже в глубоких норах им будет не сладко, а тем более на открытой местности. И конечно же, если идиоты в своем палаточном городке обозначили штабную палатку флагами. Кстати о флагах. Ранее говорили о том, что азербайджанские военные уничтожили 193-й штурмовой батальон армян, захватили документацию батальона и знамя части. Вот оно. В общем, сейчас можно сделать вывод о том, что азербайджанская армия перемалывает личный состав и технику противника, вынуждая его покидать свои позиции и уходить домой, в Армению. Часть армянских военных так и поступила и драпанула, бросив свой парк автотехники. Как видно, вся она российского производства и от чисто армянской армии, можно говорить с большой натяжкой. То есть, средствами ведения войны, азербайджанцы прямо говорят противнику, уходите, останетесь живы, упретесь, погибните. И делают это методично, просто выкашивая противника, как на передовой, так и в ближайшем тылу. Между прочим, это самый гуманный вид войны, поскольку оккупанту почти всегда остается выбор уйти или погибнуть, и он его делает самостоятельно. По этой причине, все вот эти выкрутасы, по части прекращения огня и разведения войск, бездарная тупость, которая в принципе не может дать результатов, как не дала она их в Азербайджане за три десятка лет. И теперь очень важно, чтобы азербайджанцы, при поддержке турков, показали наглядный пример того, как надо поступать с оккупантом. Другого средства для лечения, этой все более прогрессирующей болезни, не существует. А все эти минуэты, или как там их правильно назвать, не что иное, как растягивание военной до бесконечности, что дает уверенность агрессору в том, что ему все сойдет с рук, и он, ничем не поплатится за агрессию. Пора это положение дел заканчивать, или все мы когда-то доиграемся, до кладбищенского мира, на всей планете.